Всем огромный привет! Я начинаю новый влог с того, что хочу показать все наши вязаные игрушки. Собрала их сейчас по всему дому, у нас сохранятся на балконе и в комнате детской. В общем, играют мои дети периодически с ними. Ну, в основном Алиса, конечно же, дочка. И практически все их связала я, кроме вот этой игрушки, которую нам дарила Светлана, рукодельница, у которой есть свой канал прекрасный, очень атмосферные, красивые, уютные видео, такие замечательные, аккуратные вещи она создает и шьет и вяжет. В общем, она присылала нам подарок и посылку, и как раз в ней была вот эта вот игрушка. Вот, остальное все связала я. И начнем, наверное, с самых стареньких. Это вот эта семейка. А нет, наверное, все-таки вот этот медведь был самым стареньким. Это когда только родилась Алиса, 6 лет назад, я связала плед коричнево-серый, такой типа петчворка такой, с квадратиками. И к нему, к этому пледу я связала медведя из журнала. Этот медведь связан спицами, вот как мы видим, платочной вязкой. Такой совершенно простой, не слишком сильно набитый, я бы сказала. Вот, ну, такой вот медвежонок Алиса с ним играла. Потом я связала вот эту семейку. Был еще один заяц оранжевый, что-то не смогла я его найти. Не знаю где. Это мама зайка, папа заяц и малыши. По мастер-классу Оли Аск я вязала. У нее и вот такая вот разновидность зайца, и вот такая. В общем, тоже одни из самых любимых игрушек. Конечно же, из-за того, что они вот в одежде. Такое платьишко я придумала. Все здесь застегивается вот на пуговку. Можно снимать, играть. Связаны крючком. Все остальные игрушки связаны крючком. Ну, еще кроме змеи. Змея последние у нас спицами связаны. Вот. И такой свитерок для папы. Вот. Так вот. Папа заяц. И малыш-зайчонок с сердечком. По аналогии есть вот такой вот кот. Что-то ему криво как-то пришило голову. Почему-то он смотрит в сторону. Ну, это им не мешает играть с ним. Еще вот такой вот есть медвежонок. Этот прям очень хорошо, сильно плотно набит. Вот такой вот формы. Похож, кстати, вот с этим, да? По форме. Из Yernard Jeans. И вот прям Yernard Jeans. Лучшая пряжа для вязания, чем вот эти. Вот здесь, по-моему, кроха была. Это Lana Gold. И все. Вот я почистила как смогла. Но все равно катышки есть. Перед видео. Немножко привела их в порядок. Но чтобы идеально, конечно, сделать, нужно еще постараться. А вот Yernard Jeans, он, во-первых, дает игрушке такую плотность. Ну, и поплотнее набит, конечно, сам медведь. А во-вторых, нет катышков. Вот. Но минус у этой пряжи, ну и вообще у хлопка, что она выцветает на солнце. Это все-таки, как видите, краски остались в целости. Есть еще мастер-класс на нашем канале вот на таких медведей. Их у нас было три штуки. Один подарен коричневый. И вот такой вот Алисин розовый. И Данин белый. Шарфики тоже куда-то растерялись. И недавно в Инстаграм мне присылали фотографию. Девочка тоже связала по моему мастер-классу. И все мишки, они с каким-то своим настроением. Какие-то они все разные. Ну, как бы мастер-класс один. Но все равно, когда ты вяжешь, получается немножко по-другому. Где-то плотнее, где-то свободнее. И вышивка потом, да, у этого мишки. Например, нет улыбки, он такой серьезный. Это медведица улыбается. Также одни из старых игрушек. Это вот такая вот сова. Даже кривые глаза. Вот такая вот совушка. Тоже по какому-то мастер-классу, по-моему. Совершенно простая игрушка. И тоже, кстати, очень заходила моим детям. Прямо они играли с удовольствием с этой совой. Особенно, когда совсем маленькими были, не ходили. В коляске там как-то ее мусолили. Не знаю, прям очень нравилось. Еще у меня есть вот такое вот деревце, набитое камушками. Ну, такими стеклышками под камень. Вот. Такая пряжа. Травка. И сова сидит. Вот этот коврик я вязала из остатков настоящего ковра, который в детской лежит. Так. Поближе покажу вот этого барсучка. Да, наверное, барсучок или кто это? Вот такой вот симпатичный. Тоже, кстати, наверное, из полушерсти связан. И с добавлением фиетра. Очень красивый, милый зверечек. Так, еще одна из любимых игрушек. Мне, честно, она как-то на вид не очень нравится. Но Алиса просто обожает этого кота. Когда я его только связала. Эту кошку, точнее, эта кошка. У нас, видите, какие ресницы. Когда я только ее связала, она просто от нее не отходила. Здесь в ручках у нее, в лапках деревянные такие шарики, бусины большие. Вот. Она такая приятная, конечно, на ощупь. Ну, не знаю, не лучшая из моих изделий. Спит она вот в такой вот корзинке. Которую я тоже достала из корзины с игрушками. Поэтому чуть-чуть помялась. Также я недавно вязала, в прошлом году, летом вязала куколок. Вот одна вот такая у меня куколка в нарядном платье со шляпкой. И вот такая вот красоточка она. Единственное, что у нее... Я вязала по мастер-классу, и у нее тонковата шея. Короче, вот так вот получается. И хотя вроде бы там у меня вставлен какой-то... Как это называется? Укрепитель. Ну, вот так. Сейчас я бы, наверное, такую длинную шею ей бы не делала. Достаточно одного ряда. И вот мне очень нравится узор на ее платье. Но, к сожалению, вот видите хлопок. Она стояла на окошке, и он выцвел. Вот, очень жаль. А та куколка хорошенькая. Тут у нее вывязано все, все формы. Вот, если бы не шея, было бы идеально. Вот волосики тоже выцвели. Ну, Алиса ее любит, играет с ней. Еще одна кукла была связана для меня. Это моя. Это вот я дочки вязала, а это моя куколка. Вот я ее просто обожаю. Она у меня тоже стояла на окошке. Тоже немножко выцвел хлопковый костюм. Вот такой вот у нее шортики. Со стрелочками. Такая вот кофточка. На заклепках тут. Видите, все прям как надо. И даже туфельки у нее есть. Тоже она такая с формами. Я когда вязала, просто кайфовала. Какая она интересная получается. Очень приятно с крючком работать именно в игрушках. Ну, и символ года это бык. Вот я его вязала перед Новым Годом. Он у меня вообще быстро родился. Просто мгновенно такой симпатичный. Вроде бы и малыш, бычок. Ну, такой серьезный. С рожками, с ушками. Он вот связан из шерсти. Колючий такой. Деревенька, по-моему, называется. Так, и еще одна наша любимица. Это Мура. Кошка, которую я тоже давно уже вязала. Вот у нее такой беретик с дырочками. И с Ярнар Джинс вот связан такой костюм. Платье. Платье такое вот на пуговках. И вот такое вот пальто. Такое пальто у нее симпатичное. Алиса очень любит ее наряжать. Поэтому я связала ей несколько вариантов одежды. Вот у нее такие еще туфельки. Ну, пинетки, наверное, да. Ну, для нее это туфельки такие. И платье. Вот такой вот это летний наряд у нее. Тоже немножко выцветает все это. Еще есть вот такое вот платье у нее. Кстати, очень классно отрабатывать на вот таких вот мелких изделиях, да, для кукол. Какие-нибудь узоры. Смотрите, какой красивый край у этого платья. Мне очень нравится. И сочетание цветов. И вот этот узор такой крючком. Ну, и шишечки тут, реглан, все дела, цветочек. Так, и это было новогоднее платье. Я когда-то вязала в таких новогодних оттенках. Красный поясок. Тут такая веточка еловая. С какой-нибудь рябиной. На завязках это платье. В общем, у нее тут целый гардероб. Ну, и сама она у меня связана из Лана Голд. Или из Лана Голд. Вот на таких шарнирах, которые, ну, чуть-чуть расшатались. Но, в принципе, ничего страшного. Ручки у нее шевелятся. И та же проблема вот с шеей. Мне кажется, нужно было ее как-то покороче, в общем. Ну, Алиса ее очень любит. Она такая очень хорошо, плотно набитая. Такая большая. Да, достаточно большая. Была связана тоже по мастер-классу на ютубе. Но там вязался заяц или кролик с такими длинными ушами. Нам нужна была кошка, потому что у меня Алиса любительница кошек. Ну, и вот мордочку такую мы сделали. И последнее мое изделие. Это змея. Вот такая вот симпатичная. Вы меня просили показать, как я вязала мордочку. Ничего сложного. Я набрала 16 петель просто обычным способом. А потом подняла с другой стороны. И вязала по кругу, делая прибавки. Прибавки в каждом втором ряду. Потом я вот этот вот для того, чтобы немножко стянуть мордочку, по углам изнутри сшила. Протянула нитью просто, чтобы немножко поуже. Ну, и дальше делала прибавки до определенного места. Здесь я вязала укороченные ряды. То есть я вязала по кругу, делая прибавки. А здесь уже делала укороченные ряды сверху. И вот разворачивалась в точках симметричных. Какой-то период какой-то участок провязала без прибавок-убавок. А дальше опять, после того, как вывязала укороченными рядами, пошла по кругу и делала убавки уже в каждом третьем ряду. И остановилась на 36 петлях. И вот связала обычный жаккард. Один-один, да. Одна петля одного цвета, одна другого. Первый ряд, второй ряд вяжем только нового цвета. И третий ряд в шахматном порядке опять меняем. Один-один. Один цвет новый, зеленый, то есть основной, да. И один цвет вот этого узора. Вот. По две полосочки опускала одного цвета до конца. И вот здесь вот где-то вот на черном, наверное, я стала делать постепенно убавки. Здесь убавила один раз по одной петле. Здесь убавила. Ну и потом уже, вот видите, делала убавки в каждом третьем ряду. Все. Ничего сложного. Вот такое богатство. Я же говорю, хочется, чтобы их не было слишком много игрушек. Чтобы они ценились моими детьми. Потому что, ну, это все-таки такое немассовое производство. И не хочется, чтобы они были забытыми, где-то лежали. И очень хочется сохранить их подольше. Потому что некоторые игрушки старше Данила, например, да. Вот, например, вот этого медведя я вязала, когда только Алиса родилась. Вот эту семейку я вязала, когда только Алиса у меня еще была. Вот, и поэтому я не хочу вязать слишком много. Но вот иногда что-то такое вот на меня находит, и я вяжу игрушки. Пока в сундук поместится, так скажу. Пишите, пожалуйста, комментарии, что вам понравилось больше всего. И что вы вяжете своим детям? Играют ли ваши детки игрушками вязанными? У нас начались весенние дожди. Конечно же, на улице уже хорошо, тепло. И земля наверняка благодарна, что идет дождик. Растения пьют. Вот у меня деревце перед окном маленькое. Уже распускаются там вот эти пушистики, почки. Вот, но дождь идет каждый день и каждую ночь. Периодически он останавливается. Ну вот, идет. Скорее бы, конечно, было сухо, тепло. Но уже чувствуется запах весны. Это очень-очень приятно. Особенно приятно спать, конечно, под шум дождя. Также хочу показать вам, на каком этапе мой джемпер... Ой, почему джемпер? Пулловер. Я почти довязала его. Мне осталось только обработать горловину. Ну и, соответственно, снять, добавить в мастер-класс это видео, как я ее вывязываю. Сейчас она достаточно глубокая получилась. Я не хочу, конечно, чтобы она была прям сильно откровенная. И я не люблю такие вещи в повседневном варианте. Мне хочется, чтобы было удобно. Вот такие вот рукавчики у меня. Закрытие везде иглой. Красиво, аккуратненько. С имитацией кетлевки. И, конечно же, горловина будет такой же обработки. Только здесь я вяжу сверху вниз, а здесь я, получится, буду вязать наоборот. Техника немножко другая будет. Поэтому, кому интересно, конечно же, ждите мастер-класса. Он скоро будет. Что хочу сказать. Вяжется довольно-таки быстро. Просто мне уже запал такой вот прошел больших изделий. И мне уже просто лень. Есть другие дела. И весна все-таки. Хочется чем-то еще позаниматься. И книжку я тут читаю очень интересную. Показывала на втором канале. Но покажу вам сейчас тоже. Книга Яны Вагнер «Ван Гозера. Эпидемия». Это книга, соответственно, об эпидемии. Очень интересным языком написано. Невозможно оторваться. Либо я давно не читала художественные литературы. Соскучилась по ней. В общем, если увидите, берите. Я брала в фикс-прайсе за 199 рублей. В твердом переплете. Достаточно такой приятный шрифт. И страницы не совсем серые. В общем, мне нравится книжка. Читаю с удовольствием. Просто художественная литература. Я давно уже не читала. Вот в этом году только вернулась к художественной литературе. И хочу сказать, да, прям очень интересно. Но вернемся к пуловеру. Я, отвязав, наверное, большую половину, никак не замечала никакой косины. Но сейчас, вот когда я закончила рукава и все туловище, я вижу, что косина, конечно же, немножко все равно есть. Не сильно. Но, вот если смотреть по имитации шва, вот по этой, да, все равно видно, что немного-немного изделия косит. И, чтобы это все убрать, конечно же, нужно хорошо проводить ВТО. Я буду стирать не один раз. Два или три, как минимум. Не хочу стирать в машинке, поэтому буду аккуратно все это отстирывать вручную. Потому что пряжа бобинная, пряжа твит текла, он сухой, достаточно сухой. Конечно же, по гладким металлическим спицам вяжется хорошо, но пряжа суховата. И руки потом немного такие сухие. Вот. И когда я примерила, вот сейчас это изделие, тоже ощущается такая сухость. Не сказать, что прям неприятная, колючая. Нет. Но суховато, конечно, изделие после стирки. Я, наверное, два-три раза точно постираю, прежде чем сделать фотографии и снять окончательное видео. Чтобы, ну, чтобы показать, как раскрывается пряжа. И чтобы изделие было в своем натуральном виде. Ну, и надеюсь, что косина после ВТО пройдет. Очень на это надеюсь. Обязательно нужно после стирки выкладывать так, как вам хочется, чтобы изделие было, высохло, да. Это всегда так. То есть я все свои изделия стираю и потом раскладываю. Нет такого, что я постирала. Ну, кроме там носков каких-то вот такого. Мелочи какой-то. Вот если крупное изделие, я обязательно выкладываю на полотенце. Жду, пока подсохнет хорошо, да, раскладываю красиво. И только потом уже убираю полотенце, досушиваю без него, просто на решетке сушилки. Вот. Осталось совсем чуть-чуть. У меня еще, как мы видим, какая-то пряжа лежит. Это я вам хочу показать, что я буду вязать потом, после того, как закончу пуловер. И сейчас покажу. Даже образец связала, только не из этой пряжи. Это у нас Ализе Софти. Три оттенка у меня. Оттенок 617. Вот такой вот кофе с молоком, наверное. Капучино, может быть. Так, еще есть 191 такой розовый, которого больше всего у меня. И беленький Софти 450. Это у нас 100% микрополиэстер. Вот. На 100 грамм. На 100 грамм. Ой, на 50 грамм 115 метров. Это будет у меня кардиган для дочери. Я вот положила, думаю, что мне вязать в следующем. Кардиган для дочери. Вот такой трехцветный. У нее был вот такой розовый, но он стал ей мал. Она хочет. Прям уже тоже загорелась. Также у меня есть хлопок травка. 5 моточков. Это я хотела связать себе кардиган. Сделав подмот. Но как-то подмот я так и не купила. И вот сейчас рассуждаю. Может быть сделать без подмота. Просто такой тоненький кардиган. Не знаю. Подумаю еще. И есть у меня еще вот такая пряжа классная. Я заказывала осенью. Но она, конечно же, летняя. Это Лигустро. Лалена называется компания. Здесь в составе 54 льна. 46 хлопка. И на 50 грамм 135 метров. Цвет вот такой вот. 33, 77, 13. Пряжа хорошая, качественная. Не из дешевых. И таких у меня 4 моточка. Я хочу связать что-то типа... Вот, знаете, футболка такая идет без рукавов. С увеличенными плечами, что ли. Но боюсь, что может на такую не хватить. Во-первых. А во-вторых, что она не будет держать форму. Поэтому второй вариант у меня просто обычная футболка. Тоже без рукавов. То есть такой прямоугольник. И с красивой обработкой. Вот. И у меня еще есть вариант добавить на края. Да, связать из вот этой вот пряжи. Drops U. Муни-колор. Здесь у нас 100% хлопок. На 50 грамм 170 метров. Потоньше, конечно. Но если мелкая резиночка, допустим, связать будет хорошо. Сейчас покажу вам бразер. Вот. Вчера вечером я вязала образец. Еще не до конца он довязан. Вот. Здесь резинка мне не нравится, конечно. Ну, совсем. Видите, да, какой край получается? Совсем неаккуратный. Либо делать... Либо делать просто с лицевой, начиная. Либо, может быть, там пустить платочные вязки. Несколько рядов. Либо сделать окантовку айкордом. Вот. Ну, и вообще, вот так вот выглядит пряжа. Она неоднородной структуры. Ну, интересно. И цвет очень красивый. Мне так нравится этот цвет. Поэтому я еще повяжу образцы, посмотрю, подумаю. Тоже не хочется прям опять лицевую гладь. Я, если честно, прям ей наелась уже лицевой гладью. Вот. Ну, в раздумьях. Может быть, вам что-то придет в голову. И я еще, конечно же, повдохновляюсь где-нибудь там на Пинтерест. Ну, тоже хочется прям вот руки чешутся, что-то уже новенькое начать. Вот такие вот у меня планы. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Что вы думаете по этому всему поводу. Если у вас запал вязать весной. Ну, и до скорых встреч. Всем большое спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»